Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeget пришел немножко небиблейский вопрос. У дочки переходной возраст. Постоянно слушает Билли Айлиш, на вид сатанистка. Что делать? Ну, может, вы с кем-то спутали, но Билли Айлиш на вид совсем не сатанистка. Подросток, который достаточно популярен. И у меня претензии не столько к внешнему виду, который вполне себе домашний. На спокойность в пижамках на своих концертах пляшет. А скорее к смыслу текстов. Но мы народ русский. Мы английский знаем не так хорошо, как свой собственный язык. Ну, кто как, конечно. И нам больше нравится мелодия. Да и то, что девочка там в 17 лет стала популярной на весь мир. Мы же в своих кумирах видим себя. Я думаю, вот, я тоже смогу. Нас-то как-то мотивирует. Так что слушает? Ну и ладно. Если вы будете запрещать, что получится? Будет слушать втихаря и вас ненавидеть. Закрываться в комнате, позже приходить с уроков и думать, что, ну вот, все, мама православия переехала. Просто. Попсовую певицу обзывает сатанисткой. Есть же огромное количество певцов, которые вот на «ты сатаной» с таким спанибратством. Эпатажное поведение, пентаграммы на концертах, три шестерки в виде татуировок и призыв к разврату и к всему тому, что так нравятся молодежи, которые без руля, без ветрил, плывет туда, куда ветер подует. Там другая ситуация. Вкус надо было привить, мамочки дорогие. Классическую музыку не только слушать, смотреть, объяснять в 12-13 лет, чтобы наслышанность была, чтобы вкус появился, чтобы был бы привит. И в результате чего современная музыка коробила слух ваших детей. Ушки в трубочку сворачивались бы, глазки бы выкатывались, и тюбчик закрывался бы. Не запретами это лечится, а только лишь профилактикой. И если уже речь идет о 15-16 годах, то вы просто зевнули этот вопрос. Деньги зарабатывали, как-то выживали, детям телефоны покупали, чтобы у них все было, а вкус не привили. А если вы еще в Москве живете или в Питере, то вообще преступно. Когда каждый вечер можно посещать театр с пушкинской картой или с билетами пусть и на галерки, но куплены задешево. А про провинцию тоже молчу, там вообще все дешевле. Тоже, заметьте, есть огромное количество культурных мероприятий. То есть если бы они видели, что для родителей это естественно, и это было частью их жизни, я вас уверяю, то их бы интересовала бы современная музыка. Ну, постольку поскольку. У меня тоже трое детей, я вижу, что это работает. Прививаешь вкус, все остальное просто становится пошлым, неинтересным, режущим слух и глаз. Поэтому, у кого детки еще маленькие, у вас еще много чего впереди, дерзайте, зубрите, давайте слушать красивую музыку. Пусть она звучит в вашем доме. И говорите, что это Грик, это в пещере горного короля, это реквием, это за покойное богослужение, это водок радости, послушай, музыку слушать надо. Не мимоходом, а сесть с родителями вместе. То же самое и с видеорядом. А если ребенок уже постарше, да не переживайте вы так. Сами-то что слушали в своих 16 лет? Я даже не хочу названия всех этих групп перечислять. Что-то слушали спокойно, что-то втихаря от родителей, там, кассетку подружка приносила, там, мама куда-то уходила, вы там слушали, краснели. Или погромче слушали, или потише. Каждый по-разному. Ну и что? Где сейчас вся эта музыка? Думать забыли. Через год-другой популярность, это же Беля лишь спадет, и других певцов ртом появятся другие кумиры, и ваши детки подрастут. И все это забудут, как страшный сон. Своих детей поражают. Будут уже их учить слушать хорошую музыку, которую человека формируют, а не возбуждают в нем какие-то низменные страсти, или просто развлекают. Музыка — вещь серьезная. Ей можно возвысить человека, человеческую душу, а можно не свести до глубин преисподней. Слушать хорошую музыку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.